Так уж вышло на днях, что я оказалась запертой совершенно случайно в одной комнате, не могла выйти. Всем привет, я Даша. И недавно был день рождения у Пушкина, 6 июня. Ему исполнилось 120 лет. И я решила снять видео о забавных случаях, произошедших с Пушкиным, и про один, произошедший со мной, не столько мистически, как мне кажется, но тут уж на ваш суд. Судя по случаям, о которых я сегодня вам расскажу, Пушкин был тот еще забавненький юморист. Первую историю я помню еще со средних классов школы, ее мне рассказала нам, всему классу. Наша классная руководительница, и она меня так впечатлила и позабавила, что я ее помню по сей день. А также Пушкин решил обедать в харчевне. Зашел, сел, и там было такое место, что стол, две скамьи, и он сел так, что та скамья, которая была напротив него, на ней висел подряд клоу. Заказал себе колбасу, сидит, ждет. Тут заходит бабища такая в эту харчевне, наверное, раза в три толще меня, рыжая, с бородавкой на лице. Тоже, видимо, хотела поесть. Замечает Пушкина, целенаправленно движется к нему. Он тогда уже получил какую-то известность. Смело садится на скамью напротив него. Тут как раз подносят еду отобедать. Она беспардонно начинает ее жевать. И сквозь чавканье просит. Александр Сергеевич, я вас знаю, я вас восхищаюсь. Сочините про меня, пожалуйста, стихотворение. Пушкин, не задумываясь, выдает. Под портретом Крылова сидит рыжая королова. С бородавкой на носу есть чужую колбасу. Другой случай произошел с Пушкиным, когда он еще учился в лицее. Захотелось ему поразвлечься вне, так сказать, учебного учреждения. И он отправился к своему гувернеру по фамилии Трико за разрешение. Тот сказал, нет, сиди учись. И вообще буду за тобой следить, чтобы ты никуда не делался в лицее. Тот говорит, ну ладно. Типа, ты как бы тут в Лассенове, но вечно это находчивый. Решил все-таки с другим удрать. Подъезжает застави. А там обязаны записывать. Имея фамилию. Спрашивает, представьтесь. Тот говорит, Александр, однако. Хорошо, записал. Приезжайте, поражает. Следом подъезжает его друг. Тоже с ним была договоренность. Ответственно заставила, спрашивает. Имя, фамилия. Григорий Двако. Тот говорит, хорошо, записал. Приезжайте. Гувернер, который исполнил свою угрозу следить за Александром. Как бы увидел, что они уехали и следом едет. Ответственно его спрашивает. Так, фамилия? Тот говорит, Трика. Врешь, кричит заставный. Обманываешь. Хулиганье развелось. Однако, два-ка, три-ка. Будешь у меня сидеть на заставе. Бедный гувернер целые сутки просидел в караульной, пока Пушкин с другом развлекался. И последняя история. Одна дама, Великосветская, желая смутить Пушкина и, видимо, заодно напроситься на комплимент, спросила у него кокетливо. Скажите, что общего между мной и Санцем? Пушкин задумываясь выдал. Вот. Ни на вас, ни на солнце нельзя посмотреть. Не зажму лишь шесть. Ну, теперь, как я и обещала, одна таинственная история обо мне. Так уж вышло на днях, что я оказалась запертой совершенно случайно в одной комнате. Не могла выйти какое-то время. У меня... Я не могу так просто сидеть и ждать, пока меня выпустят. Надо что-то делать, чем-то занять мозг. И так случилось, что именно в это время почему-то у меня на телефоне, который был с собой, кстати, перестал ловить Wi-Fi от слова «сосем». Вот «сосем». Всегда ловил, а тут вот перестал. Что-то такое непонятно. Телефон пыталась перезагрузить, как-то его отладить. Безрезультатно. Думала, ну чем-то же надо заняться. И так уж вышло, что у меня в телефоне оказалась поэма Пушкина Евгения Нигин. Долго рассказывает, что она мне там делает. В общем, обедели, и я начала её читать. Вот так. Ну, в общем, скоро я оказалась в опущенной воле. И дело в том, что всё это происходило 6 июня, когда у Пушкина был день рождения. То есть судьба зачем-то меня заставила в его день рождения читать его поэму. А может, это просто совпадение. Ну, в общем, вот такой случай был. Это и всё. Надеюсь, вам было интересно послушать про забавные случаи, случившиеся с Пушкиным. Пока-пока, это скорых книг.